Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Центр для детей с заболеваниями аутизмом. Строящийся медицинский комплекс в микрорайоне Вулька. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Городской сад, набережная Франциска, Скорины, сквер Иконникова и многие другие объекты. В Бресте прошла экологическая акция в рамках месячника по благоустройству города. Безопасные и здоровые рабочие места – это реально, все зависит от вас. В Бресте прошел тематический семинар, главными спикерами и слушателями которого стали работники службы охраны труда, главные инженеры, руководители организаций. В центре внимания – ковид, оказание плановой помощи заболевшим и вакцинация. Только факты и реальное положение дел в комментариях медицинских работников областного центра. В эфире программа «Итоги недели». Говорим о самом важном. Месячник по благоустройству города продолжается. Этим субботним утром на стражу чистоты, порядка и уюта вышли сотрудники Брестского городского исполнительного комитета, представители администрации, жилищно-коммунального хозяйства, депутатского корпуса, работники предприятий, организаций города, а также неравнодушные обрещания. Все они наводили порядок на различных знаковых территориях города над Бугом. Среди них – Центр для детей с заболеваниями аутизмом, строящийся медицинский комплекс в микрорайоне Вулька, мемориальный комплекс «Брестская крепость Герои», «Градской сад» и набережная «Франциска Скорины», скверы Конникова и многие другие. Экологическая акция сплотила огромное количество горожан. С каким настроением брещане благоустраивали родной город и какое количество горожан решили посвятить свой заслуженный выходной полезному делу, узнали наши корреспонденты. Мы побывали на нескольких локациях, но лучше один раз увидеть, поэтому показываем и рассказываем, как это было. Осень – это самое загадочное время года. Кто-то любит эту пору года и видит в ней буйство красок, для кого-то она ассоциируется с холодными вечерами. Осень врывается в нашу жизнь ветрами, моросящими звонкими дождями, пасмурными днями, желтыми листьями. В любом случае осень – явление незаурядное, и время для создания в домах, во дворах, городах чистоты и уюта. Как рачительные хозяева, лепящие свою землю, брещане каждый год именно осенью проводят месячник по благоустройству, или, как его еще называют, экологическую акцию. Мы умышленно уходим от слова «субботник», которое имеет определенное зачастую стереотипно-негативное восприятие. А в рамках месячника благоустройства объявили именно эту акцию неравнодушных людей, людей, которые в силу нашего осеннего периода приложат силы для того, чтобы наш город стал еще чище. Поэтому посадка деревьев, уборка листвы, наведение элементарного порядка по бытовому мусору – вот это основные направления работы. Я очень рад, что откликнулось достаточно большое количество брещан. Да, количество неравнодушных граждан впечатляет. Порядка пяти тысяч человек задействованы в ЭК-акции на различных площадках областного центра. Да и могло ли быть иначе? Руководство города собственным примером приглашало всех неравнодушных подключиться к полезному делу. Сегодня они, сменив рабочие костюмы и галстуки на удобную одежду, а вместо папок с важными документами, вооружившись лопатами и граблями, активно включились в работу на важном объекте – Центре помощи для детей с заболеваниями аутизмом. Совсем скоро это учреждение, которое было построено в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша, Беларусь, Украина» на 2014-2020 годы распахнет свои двери для малышей. Внутри уже проведен капитальный ремонт, а вот все, что касалось благоустройства, было сделано за счет средств городского бюджета. Проведено комплексное благоустройство дворовой территории. Если вы видите, у нас новый забор, лицевая часть, у нас новая плитка сегодняшний день, у нас высажены в том числе туи сегодня. Поэтому мы уже провели работу цветы впереди, нас ожидают красивые тоже будут посажены. Поэтому провели работу, чтобы комплексно подойти к открытию. Только совместными усилиями мы можем сделать наш город еще чище и красивее, подтверждая тем самым, что лучше Бреста нету места. Мы должны четко понимать, если мы хотим, чтобы наш город продолжал удерживать статус одного, я бы сказал бы, самого благоустроенного города, здесь недостаточно, собственно, работы коммунальных служб при любом финансировании. Здесь абсолютно должна быть четкая совокупность факторов. Это профессиональная, технически оснащенная работа специализированных служб, жилищно-коммунального хозяйства, инициатива людей и поддержание того, что наработано в соответствующем порядке. Поэтому вот эти три слагаемые, где два компонента абсолютно зависят от всех нас, это и есть залог нашего движения вперед, нашего движения к чистому благоустроенному городу. В городском саду с особым настроением трудились представители Ленинской администрации и депутатского корпуса, жилищно-коммунального хозяйства и организации предприятий Бреста. Около 200 человек принимали активное участие в уборке листвы и посадке молодых деревьев. В целом по району вывели порядка 70 предприятий. Если взять организации, то это 322 организации всего сегодня работают. Ну это и школы, и сады наши, то есть все учреждения. Определили основные площадки, подходили детально, посмотрели, где наибольше, скажем так, опавшие листья, голые деревья, той территории, где, скажем, места притяжения жителей города и гостей, как бы определили эти площадочки, в принципе, сегодня выведено более 2300 человек. Трудовая суббота, пусть и трудовая, но классная, физически позитивная и творчески активная. Ведь создавая уют и чистоту в родном городе, убирая мусор и листву, сажая и поливая кусты и деревья, мы заботимся о своей малой родине, о том кусочке большой белорусской земли, которую мы с любовью именуем Брест. И вот это желание взрослых людей сделать что-то на пользу всем отличный пример для подрастающего поколения. Сегодня вообще в городском саду очень много людей, которые остались неравнодушными к этой акции, что, конечно, лично меня очень удивило и порадовало. Я считаю, что, наверное, это обязанность каждого жителя нашего города навести порядок в том месте, где ты живешь, в своем дворе, в своем рабочем месте, на территории своего учреждения, где ты работаешь, ну и в том числе, конечно, в своем городе, там, где ты живешь. И это правильно, ведь только таким образом можно разрушить бытующее мнение, что территория нашего дома заканчивается на пороге квартиры, а значит и наши обязательства в уборке и создании чистоты. Работники открытого акционерного общества Брестка и ликероводочный завод Белалка не словом, а делом доказывали, а точнее ломали этот стереотип. Все, что нас окружает, это тоже наш дом, и он должен быть чистым и уютным. Наблюдая каждый день, как наш город становится лучше и краше, мы тоже решили принять участие в этой акции. На самом деле сделать город чистым совсем несложно. Для этого нужно желание и хозинвентарь. Город нам доверил историческую улицу, кусочек Мицкевича до перекрестка Комсомольской. Да, территории для благоустройства областного центра было выбрано немало, а теплая осенняя погода только способствовала активной работе на благо родного города. Погода сегодня изумительная, располагающая к нахождению на свежем воздухе. А потому время проведения экологических акций в рамках месячника по благоустройству выбрано весьма удачно. Они проходят на многих городских территориях. Наша съемочная группа побывала на нескольких из них. Но и на этом не все. Моя коллега Людмила Логодич продолжит тему. Существует множество способов убедить человека сделать что-либо во имя общего блага. Например, прочитать интересную лекцию, привести веские доводы или аргументы. Но нет ничего проще, понятнее и красноречивее, чем собственный пример. Наша съемочная группа к экологической акции присоединилась в сквере на Папанино. И здесь же на уборке листвы и сухостоя были замечены сотрудники Следственного комитета и Московского отдела Департамента охраны. Занятые делом, они не смогли оторваться от работы, чтобы дать нам интервью. Но комментарии компенсировало усердие. Тем более яркие желтые краски осени в дуэте с солнечными лучами придавали им бодрости и позитива. У Андрея Филановича, главы администрации Московского района, работа спорится. Сразу видно, что физический труд ему не просто знаком. Шуруповертом управляется умело. Благодаря сноровке вот таких мастеров установка лавочек в сквере на Ковалевке проходит успешно. Шефство над этим пустырем по просьбе жителей района более двух лет назад взяла на себя Московская администрация города. Теперь это место не узнать. На сегодняшний момент высажены деревья, уложены пешеходные дорожки. Тоже плитки подарены в качестве помощи субъектам хозяйствования Московского района. Ну и борты тоже. Позвела посыпка черноземом. И в дальнейшем тоже будет, наверное, еще немножко спланируется здесь, достается деревья для того, чтобы сквер стал более уютным. Что же касается необычного дизайна лавочек, у этой идеи тоже есть своя предыстория. А то, что они придутся по душе горожанам, сомнений нет. Желающие отдохнуть появились сразу после установки. Идея возникла у основателя нашего предприятия Михаила Михайловича Белоусова. Он активно участвовал в благоустройстве города. И ни один объект создан с помощью него. К сожалению, это была последняя его работа. Он в этом году скоропостижно ушел из жизни. Лавочки изготовлены из отходов нашего производства. Это нержавеющая сталь, которая активно у нас применяется. Дизайн разрабатывал лично он. Выхожу и только присесть было не на что. А теперь скамеечки, это хорошо, присесть есть, где отдохнуть, передохнуть. Удобно, да, лавочка удобная. Для удобства жителей благоустройство города в московской администрации делается немало. И экологическая акция по улице Маслова – лишь один из примеров того, сколько сил вкладывается в поддержание имиджа Бреста, как зеленого, чистого и красивого областного центра. Сегодня в рамках тоже месячного благоустройства администрация района совместно с БРСМ и предприятиями района, скажем, наводим порядок. И часть людей также работает в четвертом форту. Предприятия тоже расположены в районе медицинского центра, ведут работы, скажем, на своих территориях наводят порядок. Воинские части тоже, у нас расположены в Красном дворе, наводят порядок, скажем, в пойме реки Муховец, озер. Каждая школа, каждый садик непосредственно на своей территории. В данном месячнике у нас предусмотрена уборка территории от опавших листьев, также расчистка лесопарковой зоны от поваленных деревьев, вот как сегодня вот здесь проходит. Также посадка деревьев, уборка цветников по городу, подготовка к зиме. Всего с учетом проводимой работы на местах в рамках экологической акции в Московском районе приняло участие порядка двух тысяч человек. Все брещане говорят, что любят свой город, но вот именно такой отклик подтверждает эту любовь. И мы смело можем сказать, этот город – самый лучший город на Земле. Вы смотрите «Итоги недели». Мы продолжаем. Тема охраны труда вновь в центре внимания. На текущей неделе в Бресте прошел тематический семинар. Безопасные и здоровые рабочие места – это реально. Все зависит от вас. Большое образовательное мероприятие вобрало в себя те вопросы, которые сегодня находятся на повестке дня. Изменения в законодательстве, форма отчетности, формат проведения превентивных мероприятий и, конечно же, обмен опытом. Главными спикерами и слушателями семинара стали работники и службы охраны труда, главные инженеры, руководители организаций. Какие ключевые моменты были поставлены во главу угла? Что нужно взять на карандаш и как действовать дальше? В алгоритме разбиралась Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Безопасный труд – достаточно объемное понятие, которое включает в себя деятельность в различных сферах. Строительно-монтажная работа и обустройство жилья, сборка в цехах и на линиях, комплектование и монтаж, укладка тротуаров и дорожного полотна. На каждом из этих этапов важно не только создание условий со стороны руководства учреждений, но и ответственность самих людей за то, что они делают. Этой теме был посвящен большой обучающий семинар, который собрал в стенах областного объединения профсоюзов представители администрации предприятий и специалистов, отвечающих за эффективное использование норм охраны труда. Тема производственного травматизма охраны труда является одной из актуальных тем организации производственного процесса. Брестским горисполкомам уделяется значительное внимание информационному обеспечению в этой области. На текущий момент в городе Бресте за 9 месяцев допущено 23 случая производственного травматизма. К сожалению, допущен один смертельный случай, но в то же время в прошлом году смертельных случаев было три. Поэтому мы несколько улучшили здесь свою деятельность. Но, конечно, эта деятельность по охране труда никогда нельзя назвать достаточной. Да, цифра статистики в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выглядит значительно убедительнее. Однако это не говорит о том, что мониторинги на предприятиях завершатся. В центре внимания как производственные процессы, соблюдение техники безопасности, так и условия для отдыха и приема пищи. Профсоюзные инспекторы продолжат посещать организации и заводы. Вместе с ними будут трудиться и мобильные группы при городском исполнительном комитете. Как средство профилактики у нас используется еще выезд мобильной группы на предприятия и организации, в которую включаются представители различных контролирующих организаций. Но, скажем, рекомендации этой группы носят характер предупредительный. То есть не наказательно, а предупредительный. И в этом году мы уже осуществили 76 выездов этой мобильной группы и обследовали 155 организаций. В качестве одного из элементов программы – выставка средств индивидуальной защиты. К слову, именно ими пренебрегли многие герои несчастных случаев, пострадавшие. Как оказывается, порой за визуальным неудобством скрывается безопасность. Бывает такое, что им неохота одеваться в листозащитой. Им неудобно, видите. Но случаи бывают такие, что вот последний раз в Лунинце средства защиты висели в шкафу. Они работали без средства защиты. Получилось так, что один тяжелый и один часто заспределен. Однако немало в нашем городе предприятий, чей уровень и качество охраны труда остается на высоком уровне. Это уже часть корпоративной культуры, выработанной годами. Особенно отмечается деятельность Брестского мясокомбината. Да, здесь немало робототехники, однако то, что делают специалисты вручную, всегда технично и безопасно. Отдельным блоком выделяется предприятие Компа. Производитель, предлагающий комплексные решения для производства колбасных изделий плавленого сыра. Техника безопасности здесь неотъемлемая часть такой категории, как забота о сотрудниках. А это инвестиции в будущее компании. Список продолжает предприятие «Газоаппарат», которое совсем недавно было удостоено специальной награды. Я буквально позавчера вручал благодарность нашего директора. Мы очень редко подписываем благодарность директору УПН, нашей Гефесттехника. Значит, у нас награждены только генеральный директор Гранита, инженер по охране труда, птица фабрика «Дружба», инженер по охране труда. Это живопредприятие «Гефесттехника», то есть это очень редко. Создание безопасных условий труда, предупреждение случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости во многом зависит от наличия у руководителей и специалистов организаций актуальных знаний по четкому планированию и проведению профилактической работы, которая теперь, после проведения семинара, должна быть скорректирована и усовершенствована. И снова COVID-19. Из всех источников массовой информации от врачей и знакомых мы ежедневно узнаем новую и подчас противоречивую информацию об эпидемической ситуации в Бресте. Еще бы, ведь новостей многое не сменяет друг друга с молниеносной скоростью. А ведь вопросы по поводу оказания плановой медицинской помощи в поликлиниках, масочного режима, вакцинации и заболеваемости среди взрослого и детского населения касаются каждого. И очень важно владеть актуальными данными. Чтобы разобраться и внести ясность, подтвердить факты о некоторых случаях и опровергнуть фейки, наша съемочная группа отправилась в поликлинике Бреста и задала вопросы компетентным специалистам. Людмила Логодича, коронавирусе и не только. В Брестской городской поликлинике номер 3 в эти дни достаточно много посетителей. Но справедливости ради надо отметить, что для осенне-зимнего периода эта картина является характерной, независимо от ситуации с коронавирусной инфекцией. О том, какая динамика заболеваемости на данный момент, можно узнать из самого компетентного источника. Сейчас, когда приходят пациенты и жалуются на насморк, жалуются на кашель, какие-то простудные явления, ну, сейчас мы в основном, в первую очередь, подозреваем ковид. И в большинстве случаев мы оказываемся правы. В других, ну, не сказать, что их вообще нет. Они есть, есть, но доля их значительно меньше, чем доля ковида. Это легко проверить, сопоставив цифры за разные даты. Давайте возьмем 11 октября. За день по первой терапии было 81 вызов ковидным пациентам. По второй терапии 112. В день, вот представьте, по сути дела, 200 вызовов. За 25 число, за 25 октября, 66 по первой терапии, 76 по второй терапии. Ну, выводы делайте сами. На этих примерах можно убедиться, что в последнее время количество обращений немного снизилось. Но это вовсе не повод расслабляться. То количество заболевших, которое есть, все равно немалое. Ситуация контролируемая, но напряженная. И все мы понимаем, что она в любой момент может поменяться. В какую сторону, никому и неизвестно. Есть еще одно «но». Другие недуги никуда не отступили. И вот как в это непростое время быть пациентом, которым необходима плановая помощь? Плановая помощь нашим хроническим пациентам продолжает оказываться в соответствии с последними изменениями и постановлениями Министерства здравоохранения Республики Беларусь. В частности, приказ Министерства здравоохранения номер 1318 от 22.10.2021 года, в котором точно определены те категории граждан, которым оказывается плановая амбулаторно-поликлиническая помощь. В эту категорию входят пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пациенты с предопухолевыми заболеваниями, пациенты с онкологическими заболеваниями, риск осложнений у которых повышен. Также мы не останавливали плановую медицинскую помощь для пациентов, которые проходят обязательные периодические медицинские осмотры, пациенты, которые готовятся к медико-социальной экспертизе. Также нельзя забывать про категорию граждан, которые перенесли уже инфекцию COVID-19, которым требуется длительная и своевременная реабилитация. Особые опасения вызывают в этот непростой период маленькие посетители. И действительно, попасть на прием к педиатру детской поликлиники номер 2 желающих немало. Вопросы об оказании плановой помощи и ситуации с COVID-19 среди детского населения мы задали участковому врачу-педиатру. Плановые осмотры мы делаем. Мы уточняем эпидобстановку у детей, которые подлежат плановому осмотру. И если все хорошо, если не было контактов с больными COVID-19, мы приглашаем их на плановый осмотр. Конечно, общая заболеваемость повысилась, во всех возрастных группах повысилась. И, конечно, процент выявляемости положительного результата на COVID-19, конечно, повысился. Тяжелых форм у детей нет. В основном это легкая форма, легкое течение коронавирусной инфекции. К сожалению, этого нельзя сказать о пациентах среднего возраста от 30 лет. Мы констатируем, что сейчас у нас распространяется и гуляется штамм Дальта. Он очень коварный. Во-первых, такого раньше не было. Он поражает более молодую группу лиц. Сейчас неудивление абсолютно, что и 30, и 40 лет пациенты лежат. И у них даже есть неблагоприятный исход. Это уже неудивление. Особенность там, что он очень высокозаразный. Если раньше, как мы констатировали, что заразиться можно, если где-то, скажем так, без масок оказаться рядом в помещении, пробыть более 15 минут на расстоянии менее полтора метра, сейчас это не так. Сейчас этим штаммом достаточно побыть минуточку-вторую рядом, и можно заразиться. Вот, казалось бы, перед нами где-то в общественном транспорте, в магазине абсолютно внешне здоровый человек. Но коварно заключается эта болезнь в том, что даже до появления клинических симптомов у пациента, вот там температура, там кашель и прочее появится, за двое суток до того он начинает выделять эдрионы. И заражать может окружающих людей. И вот я вам так простую математику привожу и простую механику, ну как без маски в этой ситуации быть? В общественном месте, в транспорте, в магазине, и в закрытом помещении, где есть скопление людей. Ну это очевидно же. Точно таким же очевидным фактом, уверены медики, является вакцинация. Ведь смертельная инфекция со всей мощью обрушивается именно на тех, кто не привился, укладывает в реанимации и на аппараты ИВЛ. Единственный щит от этой заразы – вакцинация. Другой альтернативы просто нет. Я призываю вакцинироваться против ковидной инфекции. И вот пользуясь моментом, вот сейчас даю вам интервью, хочу обратить внимание, что количество пациентов, которые сейчас находятся вообще в стационарах привитых, составляет порядка, вот мы считаем ежедневно, порядка до 7%. Хочу подчеркнуть, что на ИВЛ-ах таких пациентов нету, привитых нету. За последние две недели была одна пациентка, которая оказалась на ИВЛ, это была учительница, даже скажу, привитая, но она успешно снята с аппарата, и уже как более недели находится в обычном соматическом отделении, идет на поправку. Я хочу подчеркнуть, те, кто вакцинировал, во-первых, около 29 раз, в 29 раз меньше идет госпитализация, и практически, 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 стопроцентная гарантия тяжелого развития событий и наступления неблагоприятного исхода. Это не о тебе, я так говорю, это не о тебе, это мировая данная. Напомним, что согласно национальному плану, с целью приобретения коллективного иммунитета планируется привить 60% населения. Прививочная кампания для граждан Беларуси проходит на бесплатной основе. Для организации различных форм собственности есть возможность оставить коллективную заявку, и медики прибудут по указанному адресу. В эфире «Итоги недели» об актуальном из первоисточников. Тема пенсии пенсионеров практически не сходит с уст людей среднего трудоспособного возраста. В последнее время система законодательства в этой сфере не раз претерпевала изменения. Так, с 2022 года возраст, с которого граждане могут получать пенсию, распределился следующим образом. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. Несмотря на то, что белорусы особенно следят за изменениями в этой сфере, сдавать трудовые позиции многие не спешат. Согласно официальным данным, работать на пенсии в Беларуси продолжают более 400 тысяч человек. Какие мотивы они преследуют, на какие вакансии могут претендовать и как это отразится на заработке? Об этом и не только. Подробнее в нашем следующем сюжете. Мама была бактериологой. Мне очень нравилось, во-первых, детские ощущения – это запах лаборатории. То есть кварцевых ламп, вот этих сред и все прочее. Поэтому, не знаю, как-то мне вот сразу захотелось идти сюда. А потом я поняла, что мне нравится то, что здесь пациентов хронических очень немного. То есть таких, которые постоянно. То ремиссия, то рецидив, то ремиссия, то рецидив нет. Здесь, как правило, поправляются, выздоравливают и больше не возвращаются. Пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями на сегодняшний день в основном это хронические гепатиты. Основная масса, конечно. А все остальные, в принципе, выздоравливают. То есть тут видишь быстрый ответ. Немедленный, а быстрый ответ на свою терапию, на свое лечение, на свой диагноз. Детский интерес к профессии мамы перерос во взрослой жизни в большую любовь к медицине. И вот уже не одно десятилетие Людмила Николаевна Семенюк – врач-инфекционист. Свою деятельность она видит в городской поликлинике номер 3. Назвать эту женщину пенсионеркой очень сложно. Особую утонченность и элегантность отмечают даже пациенты. Во многом благодаря ее азарту и особой любви к делу. В непростую эпидемическую обстановку выбор, работать или нет, перед Людмилой Николаевной не стоял. В период ковида – время инфекционистов, говорит Людмила Николаевна. И добавляет, люди ждут нашей помощи. Мы это понимаем. Мне нравится, что она требует постоянного какого-то развития. Надо что-то почитать, надо что-то посмотреть, надо подумать. Это как бы стимулирует, это держит в тонусе. Сидеть дома на грядках или у кастрюли – это не мое. У каждого свой характер еще, наверное. Поэтому кому-то нравится одно, кому-то второе. Мне нравится здесь работать. И я еще по здоровью, в принципе, могу себе это позволить. Людмила Семенюк в списке трудящихся пенсионеров не единственная. И, к слову, вакансии для них сегодня в списке по городу Бресту имеются. Из общего количества в 2300 есть и отдельные, отведенные исключительно для граждан золотого возраста. Так работодатели готовы взять пенсионера вахтером, няней или сиделкой. Немало и тех, кто после выхода на заслуженный отдых остается на прежнем месте работы. Правда, есть одно «но». Законодательством установлено незначительное уменьшение размера пенсии в период работы лиц, имевших до выхода на пенсию заработную плату свыше 130% средней заработной платы. Но это людей не останавливает. По статистике, в нашей стране продолжает работу каждый пятый пенсионер. Не каждый пенсионер готов пойти на неквалифицированную рабочую силу после того, как он не один год трудился на квалифицированной и высокооплачиваемой работе. Но есть и пенсионеры, которые после даже достаточно долгой трудовой деятельности на хороших должностях готовы на сегодняшний день пойти на неквалифицированную работу, где-то, возможно, на неполный рабочий день, чтобы получить просто дополнительный источник дохода, занять себя и помогать своим близким и родственникам, в том числе материально. Есть у нас такие наниматели, которые даже хотят взять на работу пенсионеров, потому что есть объяснимые на это причины. Пенсионер – это, в принципе, человек, который имеет опыт работы, который дисциплинирован, как показывает практика. Это те люди, которые понимают, что такое трудовая дисциплина. Это те люди, которые на сегодняшний день не обремлены какими-то семейными сложностями, маленькие дети, необходимость устройства личной жизни и так далее. Многие обладатели золотых лет смогли найти себя при территориальных центрах, где они трудятся в качестве нянь, сиделок, социальных работников. Они ведут лекции и занятия, продолжая быть активными и целеустремленными. Причем не всегда их интересует финансовая сторона вопроса. Многие попросту ищут собственную полезность, стараясь помогать другим, тем, кто оказался в другой жизненной ситуации. И для волонтеров, и для потенциальных работников-пенсионеров здесь есть вакансии и места. Мы всегда рады пригласить в наш центр граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста, которые еще полны сил и энергии, могут помогать как себе, так и другим людям, но при этом не знают, чем заняться. Во-первых, у нас есть институт третьего возраста. И здесь можно как проявить себя в качестве волонтеров, которые обучают граждан, получить новые знания, умения, которые, возможно, помогут приобрести новую профессию. Но также можно еще и задержаться у нас на работе. Мы принимаем граждан пенсионного возраста на должности социальный работник, сиделка и няня. Средняя заработная плата 550 рублей. Сейчас передаю другим, понимаете, то, что я научилась, что я могу, и что я сама что-то фантазирую, придумала вот эти картинки. Это я уже сама сделала их. И чтобы помочь другим, которые я делаю людям добро, добро мне вернется. Как показывает практика, обладатели золотых лет хотят как можно дольше оставаться в строю, быть востребованными и полезными обществу, и при этом, если позволять здоровье и силы, иметь дополнительный доход. Напомним, с 2017 года пенсионный возраст в Беларуси повышается на 6 месяцев в год. Если раньше мужчины уходили на пенсию в 60, а женщины в 55, то с 2022 года сильная половина человечества может отправляться на заслуженный отдых в 63 года, а слабая в 58. Пока на этом решено завершить реформу. В последнее воскресенье октября, начиная с 1998 года, в Беларуси празднуется День автомобилиста и дорожника. В современных экономических условиях работать непросто, а тем более в дорожной отрасли. Поддержание автодорог в надлежащем состоянии и обеспечение бесперебойного и безопасного движения – нелегкая задача. Век высоких скоростей и новых технологий ставит перед дорожной отраслью новые задачи, а программы развития открывают огромные перспективы. Благодаря упорному труду специалистов Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия построены, отремонтированы и обслуживаются сотни километров автомобильных дорог. Их сложная и ответственная работа всегда направлена на благо всех участников дорожного движения, а опыт и профессионализм служат залогом безопасного и комфортного передвижения по автодорогам города. В преддверии праздника наша съемочная группа отправилась к специалистам Брестского ДЭП, чтобы познакомиться поближе с теми, без кого не существовало бы дорог, и сказать им искренне спасибо. А дорога ровную ленту вьется – красивая фраза из песни. А кто лучше всего знает, какие дороги у нас в областном центре? А их в Бресте более 600 километров. Конечно, специалисты-дорожники. Но оценить все их старания и их очень нелегкий труд могут прежде всего водители. И за дня в день, колеся по улицам, проспектам, по большим трассам и маленьким переулочкам, они, несомненно, видят, что было раньше и что есть сейчас. Поздравление от благодарных водителей в профессиональный праздник работникам дорожной службы. Слава Богу, что сделали после зимы М1, потому что мне часто приходится ездить. В деревне заделали, где я проживаю в данный момент, яму. Молодцы дорожники, работают. Ребята, главное не болейте, чтобы у вас силы в руках было и в голове все оставалось как нужно. На Вашовском шоссе, мы там просто живем рядом. Вот они там и ночью, и днем, и разметку наносят, смотри, все через окошко. И разметку наносят. Да, у них тоже работа сложная. И в сезон надо их дорогу чистить. Хочется пожелать им меньше работы, крепкого здоровья им, их детям. Большое им спасибо за своевременное устранение неполадок на дорогах. Крепкого здоровья и терпения. Пусть они знают, что их труд ценится и уважается. Поблагодарить за труд в преддверии профессионального праздника Дня дорожника решили не только водители, но и представители руководства города и дорожного предприятия. Торжественное мероприятие собрало не один десяток людей, знающих свое дело. Тех, кто ежедневно трудится на общее благо. Для них, кроме искренних слов признательности и уважения, были подготовлены грамоты, подкрепленные денежным вознаграждением. А вместо цветов не менее значимое мужское рукопожатие. В преддверии большого праздника Дня автомобилиста и дорожника мы сегодня поздравили трудовой коллектив нашего дорожно-эксплуатационного предприятия, поблагодарили людей за их труд, за тот весомый вклад, который они сегодня вносят в содержание уличной дорожной сети города. Силами этого предприятия, на самом деле, выполняется очень большой объем работы. Это постоянная, каждодневная работа, чтобы нашим горожанам было комфортно передвигаться по нашим дорогам, тротуарам. Мы сами видим, что за текущий год по городу был выполнен достаточный объем работ. Мы выполнили порядка 14,5 километров ремонта уличной дорожной сети. Это в сплошном асфальтировании, в шестиметровом исполнении. Сложенный коллектив предприятия, который объединяет более 300 человек, это люди, без которых вряд ли бы нам удалось увидеть городские артерии такими ухоженными и ровными. За нынешний год работниками дорожно-эксплуатационного предприятия было сделано немало, и результаты говорят сами за себя. Представьте, что мы в этом году положили 11 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Это о чем-то говорить. 86 тысяч квадратных метров уложили. Это что касается улиц и дворов, дворевых территорий. Сегодня власть немножечко уделила больше внимания на дворовые территории, которые раньше как-то были обделены вниманием. И мы почувствовали благодарность людей, когда двор превратился как-то в уют, в благоустроенность. И я считаю, что это очень правильно. Секрет успешной работы специалистов дорожно-эксплуатационного предприятия «Прост». Здесь трудятся высококвалифицированные сотрудники, от инженеров до дорожных рабочих. Именно они строят, ремонтируют и обслуживают сотни километров автомобильных дорог. Среди них Андрей Зинковский, дорожно-рабочий четвертого разряда. Профессиональную деятельность свою начинал на Украине в 1991 году. Прошел путь от дорожного рабочего до мастера. Так по семейным обстоятельствам случилось, что я оказался в Бресте. И решил продолжить свою карьеру дорожника, потому что с детства мечтал об этом. Мне нравится эта работа. Хороший коллектив, хорошее начальство. Работа у специалистов дорожного предприятия сложная и кропотливая. Класть раскаленный асфальт жарким летом, когда температура плюс 30, или выполнять ямочный ремонт, когда холода за минуту сковывают руки не каждому под силу. Но брестские специалисты справляются. И справляются очень хорошо. В этом году, в 2021 году, очень большой, плотный график был работ. Улица даже сейчас на вскидку Кижеватова, Медицинская, Стофеева, Луктионова, Московская, Красногвардейская, Фортечная. Это буквально в этом году делалось. Сейчас мы находимся на пилке коммерческом, тоже в равняющий слой ложили. Поэтому хочется поздравить всех, кто держал, как говорится, лопату в руках и нивелирует и долит. Никто, кроме нас. Девиз, который очень точно описывает работу специалистов Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. Они делают все, чтобы передвигаться по нашим дорогам было удобно и безопасно. Прокладывают новые дороги, ремонтируют старые, следят за разметкой, расчищают полотно от снега. Эти нелегкие задачи под силу людям особого склада. Они про себя говорят так. Просто я работаю дорожником. Уважаемые работники Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. Корреспонденты Бугинформ, которые часто беспокоят вас просьбами о сотрудничестве, отвлекая от основного дела, порой надоедая, поздравляют вас с профессиональным праздником. Мы уверены, что без дорожного хозяйства жизни станет намного сложнее. За ваш труд низкий поклон вам. Пусть здоровье не подводит. Планы и финансирование осуществляются, а мечты сбываются. Спасибо за ваш труд. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты БугТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БугТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин